Соглашение между Татарстаном и агентством стратегических инициатив стало одним из главных итогов на перспективу. Эксперты будут обучать и сопровождать школьников, которые намерены в дальнейшем оставаться работать в республике. Кроме того, теперь каждый может предложить свои идеи для стратегии развития Татарстана. На форуме в Питере президент запустил специальный сайт, с помощью которого можно предложить свои идеи. Лучшие, как обещают, будут приняты в работу. С хозяином форума Санкт-Петербургом подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Договор теперь есть и с Ташкентской областью Узбекистана. А Гагаузия, автономное объединение Молдавии, намерено открыть в Казани свое представительство. Состоялись и встречи с крупнейшими бизнес-компаниями. Так, с Мастеркард обсудили результаты проекта «Карта жителей Татарстана». Ее запустили пока только в Зеленодульске. О перспективах сотрудничества говорили и с IBM. А с компанией «ЦИСКО» подписали соглашение о развитии IT-образования в республике. X5 Retail Group и «Газпром» теперь будут работать с университетом «Монополис» по созданию магазина будущего и разработке IT-решений для нефтегазовой отрасли страны. Контракты подписали и крупнейшие предприятия Татарстана. Долгосрочное кредитное соглашение между Нижнекамском нефтехимом и Deutsche Bank на сумму более 800 миллионов долларов. Это первый этап финансирования проекта «Этилена-600». Крупным событием также является подписание специального инвестиционного контракта на реализацию нового проекта. Речь идет о проекте развития модельного ряда «Автомобильный КАМАЗ». Общая стоимость проекта порядка 47 миллиардов рублей. На форуме же стало известно, что Татарстан вошел в тройку национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Лидером встала Тюменская область, второе место за Москвой у Татарстана – бронза. Значимым результатом для нас стало снижение административного давления на бизнес, которое было нашей слабой стороной по результатам рейтинга прошлого года. Мы создали межведомственную группу, где и правоохранительные органы, и контрольно-надзорные. Каждый квартал мы собираемся, обсуждаем. Всего же в этом году на Петербургский форум приехали 17 тысяч участников из 140 стран. Заключено соглашение более чем на 2 триллиона рублей. И это в эпоху взаимных санкций.